Всем привет, друзья! Я Дов. Сегодня у меня пятый айфон. Включаем. Включаем айфон. История его такова, что история в том, что клиент сам пытался заменить дисплейный модуль, что бывает очень часто открывают ютуб и смотрят как все это меняется. Со стороны все это кажется очень простым. Заказал дисплейный модуль, а не знаю там где, на каком сайте, в результате чего собственноручно заменил дисплей, заменил дисплейный модуль и как видите тач не работает. никак не реагирует, никак не реагирует. Вот данная проблема встречается очень часто в нашей практике. Это наверное уже не знаю десятый, может пятнадцатый айфон, который приносит с этой проблемой. Значит причина состоит в том, что при отстегивании дисплейного модуля, вот этот вот разъем верхнего модуля, передней камеры, динамика, дальше у нас идет разъем тачскрина, то есть разъем дисплея, вот этот поменьше и выше идет разъем тачскрина. Так вот при отстегивании этого модуля, вот я вам покажу дисплей без стекла снятый нами. Вот здесь сверху находится тачскрин, видите да, вот этот вот у нас большой длинный разъем и мелкий разъем, разъем дисплея. Так вот при отстегивании дисплея здесь находится один из фильтров, который очень часто ломают. Вот люди, которые ни разу или пару раз всего разбирали айфон. Сейчас я вам покажу поближе. То же самое касается айфона 5TES, 5C, 5-го айфона. Сами видите, да, множество конденсаторов, фильтров и всяческих мелких элементов, которыми напичкан айфон. Больше, к сожалению, приблизить не могу. Я думаю, что будет видно. Камера моего Galaxy S4 не позволяет, которым я снимаю видео. Думаю, что все будет понятно. Итак, чаще всего при неаккуратном отстегивании дисплейного модуля отламывается, здесь вот находится у нас фильтр FL34. Вот видите, его здесь нет вообще, потому что его отломали. И рядом находится фильтр FL35. Маркируется так по схеме. Вот этого фильтра у нас FL34 у нас нет. Ну и отсюда соответственно не работает, не работает у нас тачскрин. Если мы добавлю света немного, чтобы было посветлее. Можно, если мы прозвоним соседний фильтр. Фильтры у нас прозваниваются как фьюзы, как по-русски будут предохранители. Видите, да? FL35 у нас прозванивается. Это значит, что FL34 мы запросто можем заменить либо перемычкой, либо что мы сейчас сделаем, это просто просто добавим припоя и замкнем два контакта фильтра FL34. Вот этого вот контакта. Делается это очень просто. Чем тоньше жало у вас будет, тем, конечно, легче это будет сделать. Во-первых, добавляем флюз. Добавляем флюз совсем чуть-чуть. Добавили флюз. Берем совсем немного припоя. Потому что перемычку сюда явно будет ставить неудобно. Перемычку будет ставить совсем неудобно сюда, поэтому достаточно будет просто замкнуть два контакта. Аккуратно постараемся это сделать. Не очень хорошо видно без микроскопа. Вот, по-моему, замкнули. Сейчас я посмотрю под микроскопом. Наши контакты замкнуты. Удаляем флюз. Продуваем. Чтоб изопропиленовый спирт полностью удалился системной платы с каркаса. Ну и вот здесь можете видеть, вот видите, наш фильтр, который мы заменили перемычкой. Давайте проверим. Шлейф кнопки включения. Ставим батарею. Дисплейный модуль подсоединяем. Соединяем дисплейный модуль. Включаем телефон. Идем загрузки. Идем загрузки. Идем загрузки. Загружается телефон. Видите, да? Тач работает. Все работает. Проблема решена за 10 минут. Я вам скажу за решение данной проблемы. Мы берем порядка 25-30 евро. Уключаем телефон. Всем спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, данное видео будет многим полезно. Потому что много айфонов с данной проблемой приносит. Как сами видите, решается очень просто и быстро. Удачи в ремонте. С вами был Dove и айфон 5. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.